Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Николай Платошкин провел на своем одноименном канале большой стрим под названием «Ура! Мы ломим! Гнут со шведы», в котором затронул много вопросов. Но меня заинтересовал один вопрос, который я и вынес в название данной публикации. Напоминаю, на наших каналах уже есть статья и ролик, название лучше зачитаю. Рейтинг ER стремительно падает, а рейтинг КПРФ стремительно растет. В ней Платошкин отметил, что рейтинг ER стремительно рушится, и даже по данным ЦО, напоминаю, он уже достиг 27%. Рейтинг же КПРФ, напротив, начал стремительно расти, и на момент той публикации он составил 19%, а всего за несколько дней до того он составлял 12%. И вот в указанном стриме Платошкин озвучил новые цифры. Они несколько изменились, но Платошкин подчеркнул, что это даже по данным кремлевских опросов. Теперь рейтинги ER и КПРФ, по его словам, равны и составляют 17%. Но подразумевается, что это данные кремлевские, поэтому занижены. Видимо, поэтому рейтинг КПРФ тоже получается снизился. Не 17%, то есть не 19%, а 17%. Но самое здесь главное другое. Получается, рейтинг ER упал аж на 10%. Он теперь уже далеко не 27%. Вот как он об этом сказал. Сейчас разрыва нет. Нет впервые за время существования Единой России. Нет никакого разрыва. Мы идем с ними ноздря в ноздрю. Еще хочу подчеркнуть по данным кремлевских, тех, кто опрашивает от Кремля общественное мнение. По 17% у нас. Также он сказал, что за справедливую Россию собрались проголосовать 6-7% избирателей. И еще 15-20% избирателей собрались голосовать, как он выразился, за партии Бройлер. Далее он сказал, что теперь у КПРФ явно налицо все возможности обогнать ER и существенно обогнать парейтингу. В ходе набирающей все большую и большую силу предвыборной кампании. И что? И лично он, и КПРФ, и движение «Новый социализм» ведут в этом направлении очень большую работу. И он уверен, что им удастся это сделать. Что здесь можно сказать? Думаю, что Платошкин прав. Уже не вооруженным глазом видно, что голосование в сентябре этого года обещает быть протестным. И на фоне того, что явка на выборы, наконец, впервые, 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 за много лет, обещает быть большой, у КПРФ, как у самой главной оппозиционной партии, безусловно, все шансы. Но возникает еще один вопрос. Что мы получим на выходе? Никто не сомневается, причем не только у нас в стране, но и во всем мире, что Путин и компания пойдут на беспрецедентные фальсификации. Но есть даже не одно, а два больших «но». Первое. Не факт, что в складывающихся обстоятельствах им помогут даже беспрецедентные фальсификации. И второе. Что будет дальше? Если они, как говорится, в наглую, таки нарисуют ЕР победу в 70-80% мандатов. Это второе «но» куда серьезнее. Очень многие аналитики считают, что такого народ не проглотит. И весьма вероятно развитие событий по белорусскому сценарию. Да оно и понятно. ЕР уже не светит в Думе даже простое большинство. А Путин потребовал от Кириенко обеспечить ей в Думе большинство конституционное. Равно как ясно, что в РФ белорусский сценарий имеет куда больше шансов на успех. Поскольку у России нет великого северного соседа, который поддержит. Путина во всем так же, как Путин поддержал во всем и прежде всего деньгами Лукашенко. Но и ясно, что при подобном развитии ситуации так же очень многое зависит от КПРФ и лично от Зюганова. А точнее от того, решится ли Зюганов пойти на серьезную поддержку массовых протестов. Хотя ясно, что шансы и на это сейчас весьма и весьма высоки. И почему тоже понятно. Решится пойти на такое. Зюганов крупно и очень крупно поможет Платошкин. Мне же в очередной раз остается сказать. В условиях все растущей социальной активности подавлять эту активность силой, это даже не тушить пожар бензина. А тушить Тиона Павловна. Я думаю, Путину и компании порахуются. И с опозданием, но это осознать. Ну а нам всем остается надеяться, что у Путина и компании, опять же пусть с опозданием, но здравый смысл проснется. Им таки хватит здравого смысла признать поражение на выборах Единой России. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.